26 ноября президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усулья-Сибирской Иркутской области. По словам чиновников, город взят в зону ответственности Росатома и вскоре станет экологичным городом России. Вся программа ликвидации отходов рассчитана до декабря 2024 года. В этом году работы длились три с половиной месяца. Один только отчёт в форме видеоконференции с Путиным длился полчаса. Всё это время на фоне вышки одной из скважин стояли четыре представителя власти. Полномочный представитель президента в Сибири Миняйла, глава Иркутской области Кобзев, зампред правительства РФ Абрамченко и глава Усулья-Сибирского Торопкин. По их словам, ключевыми задачами в этом году были разобраться с наиболее опасными объектами. Это аварийные ЖД-цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассола промысла, нефтяная линза, которая находится прямо на берегу Ангары. Путин поблагодарил всех за проделанную работу. 29 ноября газета «Байкальская Сибирь» попыталась визуально посмотреть на изменения. Почти полтора часа мы объезжали границы территории химпрома в 600 гектаров. У здания бывшего управления химпрома мы обнаружили два вагончика с надписью «Росатом» и предупредительный стенд о работах. Мы также обнаружили работающий экскаватор и свежевырутую канаву. Нам встретились молодые люди, которые везли в автомобиле металлолом, и мужчина, переносивший бревно. Мы выяснили, что действительно все въезды на территорию химпрома перекрыты. 2 декабря первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко проведет пресс-конференцию и даст свой анализ работам, которые были проведены по ликвидации отходов в Уссолье-Сибирском. Мероприятие начнется в 11 часов. Субтитры создавал DimaTorzok